МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Поле, русское поле. Делегация из Чувашии приняла участие в агротехнологической выставке форуме Всероссийский день поля 2017. За любовь и верность. Глава Чувашия Михаил Игнатьев вручил награды самым крепким семьям в Республике. Полгода плохая погода. Синоптики прогнозируют обильные ливни, грозы и сильный ветер. Погода может преподнести немало неприятных сюрпризов. Синоптики прогнозируют обильные ливни. Накануне в Республике выпало более 40 миллиметров осадков. В ряде районов из-за дождя и ветра были оборваны линии электропередач. Все аварии устроили не или оперативно, но к серьезным ЧП надо быть готовым всегда. Об этом заявил глава Республики. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. В Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что при сильных порывах ветра необходимо держаться на безопасном расстоянии от столбов, рекламных щитов и деревьев. Глава Республики отметил, что специалисты должны провести осмотры линий электропередач. Наша задача, чтобы все службы функционировали в нормальном таком ровном режиме. Хочу напомнить, 2010 год, потом три года назад у нас были чрезвычайные ситуации, когда одна треть населенных пунктов оставались без электричества. Мы накопили определенный опыт, переняли лучшие практики. И когда нужно, нашей бригадой выезжают в соседние регионы. Могу сказать, две бригады системы Чуважинерга выехали в Ульяновскую область. А из тем, что там катаклизмы погоды тоже создали определенные проблемы. Населенные пункты оставались без электричества. Все службы, все ведомства, все органы управления работают сегодня на результат. Любые аварии, которые возникают, они своевременно устраняются. В Татарстане проходит инновационная агротехническая выставка «Всероссийский день поля-2017». Формат уникальный. Здесь представлены достижения в сфере животноводства, растениеводства, агрохимии. Отдельную экспозицию составили новинки сельхозтехники. Это крупнейшая в России выставка передовых технологий в сельскохозяйственном производстве. Она проходит на экспериментальных полях Лаишевского района Республики Татарстан. На выставке представлено более тысячи современных видов техники и оборудования для возделывания сельхозкультур, отраслей животноводства и переработки. В работе форума принимает участие около 300 организаций из разных регионов России. Главами сельхоза России отметил, что за последние три года импульс иссохозяйственной продукции в стране сократился почти в три раза. По его словам, через 5-7 лет Россия полностью перейдет на производство отечественных продуктов питания и сможет выйти на другие рынки. Мы должны производить больше мяса для того, чтобы ориентироваться на экспорт, на продажу и на этом зарабатывать. Потому что ни в коем случае останавливаться нельзя. Я считаю, что достигнутые уровни производства, особенно по мясу, по говядине, свинине, птице, мы должны дальше продолжать наращивать, понимая, что этот продукт будет востребован, за него будет платиться хорошая цена. И на этом мы будем иметь неплохую рентабельность, а значит иметь и свои доходы. Александр Ткачев отметил высокий уровень организации и масштабность выставки. В этом году более 60 гектаров отведено для презентационных площадок. Растиневодство, инженерно-техническое обеспечение АПК, животноводство и кампус. Кроме того, у форума насыщенная деловая программа. Круглые столы, совещания и мастер-классы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России. Были рассмотрены итоги сева весенних, итоги перезимовки, а зимовых культур. Также были поставлены задачи по уборке в этом году, в этой непростой сложной ситуации по проведению уборочных работ. Также говорили про количество техники, про нехватку, про внесение удобрений, то, что надо долю увеличивать, про биологизацию, про увеличение внесения органических удобрений и так далее. Форум, я считаю, для всех наших аграрников был очень интересный, где можно было друг другу позадавать вопросы и можно получить реальные конкретные ответы. Вопросы, те, которые мы обсуждаем, они реально можно здесь посмотреть уже в практическом исполнении. То есть очень нужны мероприятия. Правда, погода немного нас помешает, но это мы привычно делаем. Это работникам сельскохозяйства, это не стражит. Всероссийская выставка такого масштаба, конечно, она нужна, она будет работать, потому что, я еще раз повторяю, сами передовые достижения, здесь общение коллег, это очень важно. Экспозиция нашей республики – это 13 муниципальных районов. Племенной конный завод имени Чапаева из Ядренского района привез на выставку две кобылы русской расистой породы, а агрофирма «Бутиловка» из Ибресовского района представила коз особой заанинской породы. Современные подходы к эффективному развитию сельского хозяйства свойственны нашей республике, поэтому аграрные проекты региона «Миссельхоз России» намерен активно поддерживать. Рифат Фаткулин, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. В эту субботу в России отметят День семьи, любви и верности. Награды крепким супружеским парам вручили уже сегодня. С наступающим праздником родителей и их детей поздравил глава республики. Подробности у Дмитрия Ковалева. Большинство приглашенных на это торжество приехали в филармонию со своими вторыми половинками и детьми. Семейные пары не только в зрительном зале, но и на сцене. Ведущие концерта Анна и Дмитрий Вирьяловы – молодые супруги и родители. Мы приветствуем всех представителей трудовыртенности, многодетных семей, а также семей-комдожителей. Семья Щербаковых – одна из таких. Геннадия Васильевич Руфина Тимофеевна в браке более 50 лет. Они воспитали шестерых детей. Сегодня супругам вручили медаль ордена «Родительская слава». Это высокая награда от президента страны. Глава семьи признается, что найти спутницу жизни ему помогла мать. В армии я был, а у нас мать одна жила. На квартиру она попросилась. Вот и пишет, что девушка хорошая. После армии для тебя невеста. Все, из армии приехал, да все, поженились. И живем. Я сама к ним домой пришла. Раньше ждала его. Любить надо друг друга, прощать уметь надо друг друга. Олимпиаду и Владимира Востуловых наградили орденом за любовь и верность. Супруги говорят, что секрет их семейного счастья прост. Необходимо доверять друг другу. Этому принципу они следуют 56 лет. Пример с них берут и дети. Мы всегда, например, что надо делать, все время советуем вместе. Вот так надо делать, вот так. Очень это. Что надо делать, куда надо идти, все время друг друга. Это слушаемся. Он слушается, я слушаю, что он скажет. Она терпеливая такая, трудяга. Особенно на дачи. Все, она командует. Вообще, почетные ордена за любовь и верность сегодня получили 14 семей. Награды вручили и многодетным родителям, которые служат церкви и передают своим детям духовные ценности. Глава региона отметил, что с таких семей необходимо брать пример. У нас прекрасные традиции, прекрасная многонациональная культура и России, и народы Чувашии. От Чувашии и Привозки в федеральном округе делят первое место с республикой Мордовия по наименьшему количеству разводов. Это ключевой показатель нашей жизни, что основной фундамент нашего общества, он укрепляется. Михаил Игнатьев поздравил супружеские пары с наступающим праздником и выразил признательность за верность семейным традициям. Медрик Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика. Глава Чувашии провел рабочую встречу с членами ассоциации законодателей Привозького федерального округа, председателем госсовета Чувашии Валерием Филимоновым и председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Тема сотрудничества двух парламентов в законотворческой сфере одна из основных. Виктор Сазонов поделился некоторыми практиками. К примеру, в Самаре создали внутригородские муниципальные образования. Наделяем сейчас полномочия, все больше и больше передаем полномочий с города на органы местного самоуправления, на внутригородские муниципальные образования. Сейчас идет уже работа, работают, и мы видим, как активизировалось общественное мнение. Такие инициативы будут интересны и другим регионам, считают участники встречи. Также в ходе беседы обсудили ряд актуальных вопросов. Этот обмен лучшими практиками всегда помогает минимизировать ошибки, которые есть. И рассчитываю и на Валерия Николаевича, и на Виктора Федоровича, на вас, что вы вместе с нами, с губернатором Николаем Ивановичем, с народом практически двух регионов сделать все для того, чтобы повышать качество жизни и увеличивать, улучшать благосостояние наших людей. Это очень важно. Сделать каждый двор, сквер и парк современным и удобным. На это рассчитана федеральная программа формирования комфортной городской среды. Как она реализуется в Чувашии, обсудили на совещании в Доме правительства. Новые качели, спортивные тренажеры или парковка. Жители сами решают, каким будет их двор. В перечине обновлений уже по умолчанию включены ремонт дорог и тротуаров, установка освещения, скамеек и урн. Вот суть федеральной программы. В этом году она пришла в 9 муниципалитетов. На ее реализацию выделено около 310 миллионов рублей, 260 из которых – федеральные средства. Все проекты разработаны. Органы местного управления у нас все обсуждения жителям провели. Протоколы собраний предоставили. Мы эту работу отслеживаем. В принципе, и федеральный центр отслеживает непосредственно каждое муниципальное образование. Сегодня проектно-смертные документации изготовлены. Частично, большая часть уже прошла государственную экспертизу и готовится к заключению договора. Планы на этот год – обновить 70 дворов и 14 общественных площадок, в их числе и столичные. Сейчас администрация Чебоксар организовывает торги и выбирает подрядчиков. 26 июня все дворовые территории включены в план график закупок. Конкурс на проведение строительно-монтажных работ будет объявлен 7-8 июля. Контракты планируем заключить до 15 августа. 30 октября все работы должны выполнить. Работа ведется и в остальных районах, и в городах республики. Диалог с населением, с жителями, с горожанами он должен быть. Иначе мы здесь ошибок много можем совершить, а последствия будут плачевны. Работы, которые предусмотрены по этому году, должны выполнить. И самое главное – следить за качеством выполняемых работ. Это очень важно. Отдельная статья – обновление муниципальных парков. На это выделено более 6 миллионов рублей. Сейчас подписаны соглашения с четырьмя городами. Это Алатырь, Шумерли, Аканаш и Новочебоксарск. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Развитие экономики столицы, появление новых рабочих мест, налоговая дисциплина – это основные вопросы очередного заседания Чебоксарского городского собрания депутатов. Юлия Важенина подробнее. В малом зале городской администрации не было ни одного свободного места. На заседание на этот раз пригласили не только самих депутатов, но и руководителей различных предприятий столицы Чувашии. Говорили об экономике, что является локомотивом движения, на что тормозит его. Здесь никому не надо было объяснять, как стабильная работа малого и среднего бизнеса влияет на комфортную жизнь горожан. Зашла речь и о строительстве индустриального парка. Всего на территории этих парков разместятся 26 резидентов. Все они, участки уже разыграны на конкурсной основе. Будет открыто производство электротехнической, машиностроительной продукции. Предприятие наладит выпуск турбокомпрессоров, автокомпонентов, спецтехники, теплоизоляционных, кровельных и композитных материалов. В принципе, примерно просчитывали. Это позволит нам создать полторы тысячи новых рабочих мест и с уровнем высшего дохода среднего по экономике. Налоговая дисциплина, к сожалению, свойственна не всем предприятиям. Информ, стандарт, софт, кариальтида, мастерстрой. 146 организаций задолжали городу 115 миллионов рублей. Работа по погашению задолженности ведется. Значит, по предварительным данным, за первое полугодие 2017 года инспекции по городу Чебоксары собран в городской бюджет 1 миллиард 313 миллионов рублей, что составляет 121 процент к аналогичному уровню 2016 года. Значительное увеличение темпов роста, это деньги, которые поступили у нас от предприятий, которые входят в концерн, тракторные заводы. Будем надеяться, что и в дальнейшем они из графика убиваться не будут. Власти столицы проводят системную работу по повышению безопасности на городских трассах. В связи с этим пересматривается сеть пешеходных переходов. На днях закрыт переход на Московском проспекте в районе остановки общественного транспорта, театр, опера и балета. Пешеходный переход заметно затруднял большой транспортный поток на этой магистрали, что зачастую приводило к заторам и аварийным ситуациям. У ликвидированного перехода убрали пешеходные светофоры, вдоль дороги появились барьерные ограждения. Закрытие зебры увеличило пропускную способность на дорожном участке и повысило безопасность всех участников дорожного движения. В ближайшее время жителей столицы ждут и другие изменения на дорогах. Чебоксары вновь выбирают претендентов на присуждение премии «Общественное признание». Ее получат горожане, внесшие значительный вклад в экономическую, социальную, культурную жизнь столицы. Одним из номинантов стал и 13-летний Александр Долинский. Сильная прическа и новомодный спиннер в руках. 13-летний Саша – обычный подросток. Однако успевает он в своей жизни намного больше, чем его сверстники. Плавание, каратэ, вокал, литературный кружок и модельное агентство. Можно подумать, что Саша живет в другом измерении, где в сутках не 24 часа, а как минимум 48. Секрет в правильном распределении времени и в том, что Саша занимается по-настоящему любимым делом, к которому пришел не сразу. Сначала пробовали гимнастику, но в первый класс меня не взяли из-за того, что я высокий, у меня переразогнуты руки. Ну, потом решили по танцам пройтись, занялись бальными танцами. Что-то я не захотела ходить, мне это не понравилось. Потом зашли в брейк-данс, в стрит-данс, пробовали вот это вот все. Тоже как-то по времени не сложилось. И потом все-таки пришли как каратэ, как к основному такому хобби. Каратэ Саша занимается уже пятый год. Сегодня это уже не хобби, а дело, которое приносит вполне ощутимые плоды. Очень часто принимаю участие в чемпионатах России. Я один раз выстрелил, в прошлом году занял третье место. Это очень большой прорыв, толчок. И я очень рада, что оправдал надежды и желания Федерации караты России и Чувашии. На том же чемпионате Саша выступил и в качестве вокалиста. На церемонии открытия он спел песню, которая произвела фурор. Ему аплодировали стоя. Но лишь одноклассники и близкие знают, почему Саша решил профессионально заняться вокалом. Он принес дневники, там была двойка по поведению от классной руководительницы и пятерка с плюсом от учительницы по музыке. И написано, очень хорошо пел. И мы сразу как раз решили и музыкой заняться, раз так у него получилось. За последние два года Саша принял участие сразу в нескольких крупных вокальных проектах. Это и московский Мэдарт, и Саундкидс, и Синяя птица. Участие в телешоу «Голос дети» дало толчок еще одному виду творчества – актерскому мастерству. Продюсеры шоу дали Саше главную роль в одном из клипов. Съемки длились два дня. Очень понравилась именно вот эта профессиональная работа с камерами, с ракурсами. И очень потом было гордо смотреть на себя в таком крупном клипе. На настенной полке сделаны, кстати, руками Саши около ста дипломов различных степеней. Так, Чебоксарис Долинский-младший укрепляет имидж столицы на разных уровнях. Повлиять на результаты голосования премии «Общественное признание» можете и вы. Совсем скоро голосование будет открыто. Итоги конкурса подведут в канун Дня города. В Чебоксарах появится фан-зона для футбольных болельщиков. Ее построят к грядущему чемпионату мира по футболу. Площадку уже выбрали, певческое поле. Здесь планируют разместить экран для просмотра матчей и оборудовать скамейки. Все это для тех, кто любит футбол, сидя на диване. А для тех же, кто и сам не прочь сыграть в народную игру, обустроят поля для мини-футбола, а также зоны отдыха. Эскизные проекты представят 20 июля. Строительство должны начать уже в этом году. Фан-зона должна быть готова к лету следующего года. Всего подобных площадок будет 40 и разместят их в разных городах России. Напомним, в Чебоксарах будут тренироваться команды-участницы футбольного первенства. Их примут два стадиона – Олимпийский и Спартак. Реконструкцию последнего завершат к концу лета. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова